Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И, как вы уже поняли, я дома уже. Мы прилетели вчера, в воскресенье. Прилетели где-то в 12.15, где-то вот так мы уже приземлились. На самом деле, перелёт был достаточно тяжёлый, потому что мы вылетали в 8 утра, а автобус от отеля у нас отходил в 3.15. То есть, мы не спали практически всю ночь. Ну, практически, да, там было достаточно тяжело и нам, и детям. Да, поэтому вчера мы все в таком уставшем состоянии приехали. В общем, я уже разобрала вещи, кое-что даже уже перестирала. Как вы видите, аллергия у меня уже прошла. Спасибо финистилу, но я обязательно потом пойду к врачу и узнаю, на что у меня аллергия. Также я в отпуске совсем-совсем забыла вам показать средства солнцезащитные. Одна девушка даже предположила, что мы все жутко обгорели. Нет. На протяжении нескольких, наверное, лет уже, да, но года три это точно, моими фаворитами в качестве солнцезащитных средств являются вот такие два средства от La Roche-Posay. Как вы понимаете, одно из них детское вот это, и вот это для взрослых с SPF 50. Я всегда беру с SPF 50. И у меня их тут уже практически не осталось, полупустые, ну, тут, я не знаю, почти пустые баночки. Я их не стала выбрасывать там, потому что, ну, решила оставить на всякий случай, мало ли что, и положу их в холодильник. Мой муж, тот человек, который не загорает никогда, его кожа просто краснеет, и потом он облезает и становится снова белым. Вот с этим средством он не краснеет, не чешется, ничего не происходит, он даже немного темнеет. Это средство для деток, с ним тоже мои дети не обгорают. Единственное, когда можно все-таки с этим средством гореть, несмотря на то, что это водостойкое средство, это если вы долго сидите в воде по пояс. Конечно же, средство смывается, его нужно обновлять, и тогда плечики могут немного покраснеть, но совсем-совсем чуть-чуть. От этой же марки я очень люблю средство, которое восстанавливает кожу после солнышка. Я оставлю вам на них ссылки, и на то средство тоже. Вы его почитайте, если найду его сейчас в наличии, почитайте обязательно. Но вот эти вот ла-рош-пазе троицы, ищу то средство, которое в этот раз я не взяла в отпуск, потому что не нашла его в наличии нигде. Обычно все эти средства продаются уже ближе к лету. Но это солнцезащитное средство, которым мы пользуемся все время. А также мы никогда не бываем на солнце вот в такой... То есть днём, да, с 12 до 3. Мы в это время обедаем, мы идём в номер, отдыхаем. Младший у меня спит, муж иногда вместе с ним. А мы бываем на солнце только утром и вечером. И то под зонтиком, потому что мой муж обгорает. Это я только могу на солнце валяться целыми днями. И со мной ничего не происходит. У меня достаточно быстро ко мне, скажем так, прилипает загар. Поэтому я всегда быстро темнею и становлюсь достаточно тёмненькой. Также меня просили показать, если я буду покупать что-то в Дутифри, свои покупки. К сожалению, получилось так, что в Дутифри мы практически... Ну, то есть там бегом-бегом, потому что мы приехали достаточно рано в аэропорт, но очень долго стояли в очереди на сдачу багажа. Всё потому, что у многих был перевес. А не знаю, знаете вы или нет, что за перевес до 5 килограмм 25 долларов. Это, мне кажется, достаточно весомая сумма, с учётом того, что многие ехали же в том числе и на шоппинг в Турцию, и получается ещё платить 25 долларов. Достаточно весомая сумма, особенно если у вас перевес составляет всего лишь в 1 килограмм. Поэтому многие там же прямо у стойки открывали чемоданы, перекладывали всё с места на место. Поэтому это всё, конечно, происходило достаточно долго. Плюс в отеле, естественно, не был предусмотрен... Ну, это, я считаю, нормально, да. Ночью никакой еды там не было, и дети у нас хотели кушать, поэтому пока мы нашли ещё чем покормить детей, пока дети поели, мы зашли уже в Дутифри, буквально прошли там минутку, и объявили уже нашу посадку. И так как времени уже в Дутифри не было совсем, я когда увидела вот этот замечательный парфюм от Бритни Спирс, я его схватила практически без затеста, и чему очень-очень счастливо обошёлся, он мне, если пересчитывать в российские рубли, 2200, но это парфюмированная вода, а вот это вот у меня туалетная водичка, я вам уже говорила, это у меня Sunset Fantasy, а это просто Fantasy. И да, он более стойкий получается, вот этот аромат, нежели вот этот, но он более такой терпкий, более такой обволакивающий, что ли, более тёплый. Здесь более фруктовый, более такой даже больше, наверное, летний, а здесь вот как раз на сейчас прохладную погоду в Питере, я думаю, я с удовольствием его буду носить, и он действительно более стойкий, мне очень-очень понравился, очень такой, не знаю, обволакивающий, даже, не знаю, с какой-то ноткой востока, не знаю, может, это после Турции у меня такие ассоциации уже, не знаю, честно, но очень мне нравится этот аромат, но и вот этот, конечно, Бритни Спирс я буду повторять снова. И по поводу цен в Дутифри, на самом деле, я честно не знаю, но, например, туалетная вода мужа, которая ему очень-очень сильно нравится, но её не было в наличии в Дутифри, да, но я знаю, что вот она стоит дешевле, но туалетная вода другую, я там посмотрела от Кинзо, она, получается, не стоит дешевле, то есть там реально нужно, наверное, как-то знать, что выбирать, и выбирать, наверное, может быть так. Я также смотрела там от марки Кларанс, был на распродаже лосьон для тела, но я могу сказать, что в Ривгоше на распродаже он стоил примерно так же, поэтому не знаю, насколько вообще... Вообще, если вы путешествуете, если вы что-то приобретаете в Дутифри, кроме алкоголя, да, обязательно напишите мне в комментариях, что вообще можно такого интересного смотреть, возможно, какие-то там тревел-наборы, но, к сожалению, я не смогла ничего посмотреть, потому что, когда мы туда зашли, практически сразу объявили о том, что идет посадка на наш рейс, и поэтому я схватила Бридни Спирс и просто побежали на кассу. Муж даже не смог у меня там ни алкоголь, ничего такого посмотреть, ни дети, ничего, в общем, поэтому мы быстренько-быстренько побежали. Так что, если вы что-то такое интересное вообще приобретаете, и именно в Дутифри, что вы там такого приобретаете, мне было бы очень интересно, потому что я, если честно, когда зашла, то растерялась, потому что я хотела парфюмерию, какую-то косметику, но вот не было времени, да, к сожалению. Также я в Инстаграме выставляла пост о том, что если я отломлю веточку лимонного дерева или цветочка, довезу я его или нет. Многие девочки мне писали, что да-да-да, бери, Наташа хорошо очень приживается. В общем, я сейчас покажу, какие веточки оторвала. На самом деле, я не знаю название, и не знаю, что это за веточки, но, в общем, сейчас ставлю вам кусочек, покажу. И вот такие вот веточки я привезла, как вы видите, вот эти совсем хорошо перенесли дорогу. Здесь я... В общем, одно деревце, это было мандарин, а другое, я не знаю что. Вот видите, листики отличаются, мама говорит, что это два разных, просто на этом были мандариненки, а вот здесь вот нет, мама говорит, что, скорее всего, по листику, вот это лимон. В общем, мама у меня знает, как этим всем делом заниматься, оказывается. Вот, как их проращивать. В общем, она поставила водичку, в общем, потом будет туда что-то добавлять, вроде какой-то корневин или что-то такое. В общем, мама решила их выходить. Посмотрим, что получится, потом вам обязательно расскажу. Вот такие, то есть, видите, вот листик, мама говорит, что, скорее всего, это лимон, а вот это вот, наверное, мандарин или апельсин, не знаю. И вот так вот мама у меня накрыла пакетиком. Сейчас я вам покажу, что внутри. А внутри вот такие вот кустики, но, как видите, они повяли, причем они повяли уже дома. Мама говорит, что, наверное, не хватает влажности, поэтому она их накрыла пакетиком, чтобы они как бы восстановились. И, да, это вот еще по-другому называют, вроде бы, китайская роза, да, такие красивые красные цветочки у нее. Ну, не знаю, выживет, не выживет. Мама надеется, что выживет они. Вот такие вот. Так что вот такие вот у меня будут новые жители. Не знаю, получится из них что-то выходить или нет. Ну, посмотрим. Мама, в общем, решила ими заниматься. То есть, это новые мамины детки я ей привезла. Также я хочу ответить на вопрос, который, наверное, многих интересует, поправилась ли я в отпуске. Ну, сегодня с утра я, как обычно, встала на весы и могу сказать, что моя прибавка составила практически где-то кило двести. Отдыхали мы неделю, и эта прибавка может быть не связана с тем, что я поправилась, а связана с тем, что я очень сильно отекла, потому что я заснула в самолете, в очень неудобной позе. На мне спал ребенок, и у меня вчера очень сильно отекли ноги. Настолько сильно, что они прямо будели. Сегодня уже отека на ногах нет, но при этом на весах была прибавка почти кило двести. То есть сейчас я вешу 58,300. И, ну, не знаю, посмотрим. Если завтра этого веса уже не будет, то я думаю, это будет связано с отеком. Вообще отдыхали мы неделю, и мне кажется, за неделю достаточно сложно много набрать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И второе, я уже говорила, я, в принципе, набирала в тарелку много всего, но я ела всего по чуть-чуть. То есть вообще там очень много давали рыбы, различной рыбы, и красную рыбу тоже давали, какую-то такую огромную. Я не знаю, что это за рыба, но она была достаточно сухой. Честно, не знаю, что это за рыба была. Вот. И я, конечно, как любитель рыбы, странно, что я только не свечусь, потому что я ее очень люблю. Я постоянно ела рыбу и овощи. И овощи в основном даже не тушеные, а такие обычные. Ну, свежие овощи, да. Поэтому для меня сложно, мне кажется, мне сложно прибавить. Но плюс еще на отдыхе все-таки все равно больше двигаешься, плаваешь от корпуса до центрального здания, где был ресторан, тоже нужно идти пешком. Да, пусть и небольшое расстояние, но все же все время двигаешься. И мне кажется, что если умеренно питаться во время отпуска позволяет себе многое, но в небольших количествах, то поправиться, мне кажется, достаточно сложно. Ну, это на мой взгляд, да. Вообще, как бы, мне кажется, на отдыхе не нужно заморачиваться как-то сильно. Все-таки вы едете отдыхать, если вы еще будете думать о том, что там, что... Не знаю, как-то сильно прям напрягаться напрягаться на тему еды, как есть, где есть, зачем есть. Ну, мне кажется, это уже будет не отдых, это будет какая-то мука, наверное, да, когда вокруг много запахов, много всякой еды вкусной, новой где-то для вас, да, и вы будете есть при этом листик салата. Ну, я как-то не приемлю такое. Вот, так что я думаю, что тем более сейчас пойду на спорт, и я думаю, что даже этот килограмм, который на самом деле на мне не заметен, и я его не ощущаю, поэтому даже если он со мной останется, то мне как-то не очень он мешает. Ну, и также в этом видео мне бы хотелось поговорить с вами немножко о Турции. Вообще, я могу сказать вам сразу, что говоря о том, что нам не понравился отель, я не говорила о том, что мне не понравилась Турция в общем. Мой муж просто не хотел больше приезжать в Турцию, только потому, что ему не понравились вот различные моменты, которые я озвучивала. И многие девочки на меня обиделись за то, что я как-то не так высказалась. Ну, во-первых, я высказалась не у Турции, а у отеля. И я считаю, что наоборот, так как я веду свой блог, да, то я должна это сказать. Я в этом просто вот, ну, я не знаю, я в этом 100% уверена, потому что картинка этого отеля, да, она очень красивая, очень красивая природа, очень красивая территория, вот это вот, не знаю, прозрачное море, камушки, всё очень красиво, замечательно, но вот есть такие моменты. И я бы не хотела, чтобы кто-то после меня поехал в этот отель, и кому-то очень сильно не понравилось. Опять же, у каждого из нас разные приоритеты. Я сказала, какие минусы есть в этом отеле, и вам же самим решать, да, насколько они для вас важны. Для меня важна чистота. Это действительно правда. Я действительно считаю, что чистота – это залог здоровья. Тем более, как мы знаем, что летом, вот в период сильной жары, в Турции очень часто вспыхивают, ну, не только в Турции, вообще и в нашем российском юге много где вспыхивают вот эти инфекции, и когда ты приезжаешь в отель и видишь, что грязные тарелки, грязные кружки, чашки и так далее, то как бы вероятность того, что вспыхнет инфекция, да, какая-то в этом отеле, она, конечно же, вероятность этого, конечно же, высока. Поэтому я и сказала об этом, но я говорила и повторюсь, что сама Турция нам понравилась. Очень она красивая, красивая природа, красивая история. К сожалению, мы не поехали ни на какие экскурсии, просто потому, что 30-го числа закрылся сезон, и это очень сильно заметно, даже по тому меню, которое под конец стали давать, оно уже перестало быть таким разнообразным, как когда мы только приехали. Плюс потом мы пошли на базар, и там многие полки уже были просто пустые, да, уже продавали все, ну, остатки, скажем так, распродавали, да. Некоторые отели там вообще закрыты были, то есть там не горел свет вечером, ничего такого, и уже и анимация уже такая стала, да, то есть потому, что закрылся сезон, и так же, как я сказала, что некоторых экскурсий просто уже не было. Мы там когда ходили, посмотрели вообще, какие экскурсии вообще есть в Турции, конечно, очень этим вдохновились, и я думаю, что мы с мужем наверняка вернемся в Турцию, но я думаю, что мы поедем туда не в качестве такого пляжного отдыха, да, отдыха на море, а в качестве вот просто посмотреть достопримечательности, поездить на какие-то экскурсии, посмотреть что-то красивое, и мне кажется, нам очень сильно понравится, может быть, даже в тот же Стамбул поедем, или куда-то в другое место, в общем, я думаю, что такой вот экскурсионный тур мы устроим наверняка, потому что действительно природа очень красивая, море просто потрясающее, с погодой нам очень сильно повезло, и говорят, что в этот период на самом деле намного прохладнее, чем когда мы были, то есть обычно там уже 26-25 градусов, ну, по крайней мере, там так говорили, а когда мы приехали, было вообще 33 днем, вечером уже достаточно прохладно, до 19-18, даже 16, по-моему, как-то градусов было, то есть прохладно, именно из-за этого бассейны холодные, не потому, что там отель такой плохой, бассейны холодные, а, конечно же, потому что ночи уже достаточно прохладные, и вода остывает, в бассейнах, естественно, она не успевает нагреться, просто вот и все, но для нас на самом деле было важно море, солнце, и поэтому мы не очень сильно расстраивались из-за бассейнов, и еще я бы вам хотела оставить отзыв, один, это не реклама, я бы даже сказала, это антиреклама, дело в том, что перед поездкой я приобрела себе чемодан, и чемодан я приобрела себе, то есть если набирать в Яндексе, это один из первых, наверное, фирм чемодана, если можно так выразиться, который выходит вообще в поисковике, и это такие чемоданы, где прям про них видео, что там проезжает по ней машина, и с ним ничего не случается, так вот, когда я получила свой чемодан уже в Турции, то есть сдала его у нас в Пулково, и получила в Турции, он у меня был разбит, и дело не в том, что там как-то турки бросали ему чемодан, нет, его разбить могли и у нас в Пулково, и в Турции, где угодно, дело конкретно в чемодане, потому что наш второй чемодан, он тоже каркасный, и с ним вообще ничего не произошло, мой оказался расколотым, я оставлю вам ссылку на сайт, где приобретала этот чемодан я, и я вам не рекомендую ни в коем случае покупать этот чемодан, просто это получается чемодан на один раз, хорошо, что он вообще в принципе не раскололся, просто появилась трещина, я могу сказать, что я поняла, что я лучше переплачу, добавлю несколько там тысяч рублей, но куплю себе чемодан, который прослужит мне ни одну поездку, как, например, этот чемодан. И вот этот чемодан, розовенький, который я себе приобрела перед поездкой, вот так называется марка, и посмотрите, что с ним случилось, вот такая трещина образовалась, обратную дорогу он перенес, но все же, и вот это все, то есть у меня была обернута пленкой, и все равно он весь, видите, по, ну, то есть вид уже вообще ужасный, на самом деле, и я не ругаю никакой аэропорт, я видела, как вообще обращаются с чемоданами, но вот посмотрите, вот такой чемодан, это чемодан, я приобретала в магазине фамилия, стол он где-то, то есть они одинакового размера, как вы видите, да, стол, вот этот чемодан, где-то примерно на тысячу, может быть, полторы дороже вот этого, и с ним вообще ничего не произошло, да, чуть-чуть его тут поцарапали по бокам, но, по крайней мере, это практически незаметно, ну, там еще тоже немножечко, да, и он нигде не тресл, он еще более даже мягкий, чем вот этот чемодан, в общем, я вам очень сильно его не советую, не покупайте никогда вот эту марку, вот, очень много видео я видела, где его там переезжает машина, и прямо с ним ничего не случается, и вот, да, с ним случается, вот такой ужас с ним случается, поэтому вот такой чемодан на один раз, да, прикольный, розовый, но, на этом все, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным, интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, всех люблю, целую, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok